В 2014 году еще выпустили, запрещено для банков, ну и всем остальным там тоже, оно в серой зоне, оно будет оставаться в серой зоне, а кое-где там обелили, в принципе, в Российской Федерации нет, и не видно совершенно о том, что это будет в белой зоне. Я не говорю о том, что надо работать в белую, вот обязательно, вот, хотя, конечно, надо платить налоги, то есть платите налоги, никто не замечает. Я про то, что инвестирование в биткоин на территории Российской Федерации делать не надо, вот, в белую, а вот. По поводу запрета, его физически нельзя запретить, то есть вы не можете запретить перейти с чемоданом и обменять фантики на биткоин, да, до тех пор, пока вы это физически не можете сделать, а государство не может этого сделать. По поводу рисков, да, риски могут увеличиться в случае, если введут в уголовную ответственность. Пока это все в серой зоне, то есть нет ни разрешения, ни запрещения. Вот. Но так как у нас работает присутствие виновности в Российской Федерации, то понятно, что везде кричать об этом не стоит. Вот. Поэтому есть площадки, которые работают, все отлично, замечательно, есть юриков принимают. Дело в том, что статус биткоина сейчас похож на статус доллара, как это непарадоксально звучит. Что это значит? Это значит, что у нас запрещены вообще-то платежи в долларах, правильно? Это значит, что если вы будете кому-то платить в долларах, у вас там есть конкретный закон. Про биткоин этого нет. Есть высказывания, есть какие-то пожелания и так далее, и так далее. Биткоин продается, если вы хотите поменять. Взять вот чемодан, есть люди, которые занимаются этим в сети. Вот все знают, наверное, где это делают. Это первое. Второе. Росфинмониторинг официально говорит о сумме оборота биткоина на сером, ну это же, ну это не черный, это серый рынок, это 500 миллиардов рублей ежемесячно. Их генерирует три рынка. Значит, как его назвать? Москва, садовод и фуд сити. То есть наше государство, оно знает об этом. Это, кстати, 10% от ростничной торговли России. И это все происходит. Ну, тут другой вопрос, почему это происходит, да? Если мы говорим о том, что банки, у нас 400 банков закрылось, да, за наличку. А это существует. Вот вы себе задайте этот вопрос. Сейчас, по поводу страха. И по поводу того, что где-то это разрешено. Ну, как я сказал, там в некоторых юрисдикциях, там обе обеляют. То есть, ну, говорят, пожалуйста, да, вот криптоактивы, можно, там, островые активы, приходите, делайте. Опасные игры. То есть, пока явно не разрешено, пока явно нет закона о том, что биткоин, да, все там официально в этой юрисдикции принимается, да, как платежное средство или как актив. Это опасные игры. Сейчас что делается? Все биржи и LocalBitcoins, в том числе, они находятся под колпаком. То есть, все операции, которые там проводятся людьми, они фиксируются. У государства, как у машины, нет никакого смысла там людей сажать, наказывать там. У государства самая главная цель – это налоги. Вот, всегда речь идет о том, что вы заплатили за свою деятельность или нет. Так вот, люди на данный момент, так как это серая зона, они физически не могут заплатить, потому что, ну, нет ни законодательства, ничего. Но оно появится, я больше, чем уверен. Ну, в этом году, через 5 лет, неважно, да, срока давности по налогам, насколько мне известно, практически во всех юридикциях такого, в общем, нет срока давности. В общем, придут, предъявят и скажут, пожалуйста, заплатите. Эй, эти прецеденты, они уже есть. Для крупных игроков, которые проводили сделки на бирже, то есть, вошли там по тысяче, вышли на 10 тысяч, да, вот, пожалуйста, заплатите налог. И дальше они, что, ну, эти люди, они ничего сказать не могут, на самом деле. То есть, есть доказательства, есть факт получения дохода у физического лица, и, пожалуйста, по ставке этой юридикции заплатите. Я здесь проблем особых не вижу. Пока это серая зона юридикции Российской Федерации, а у нас здесь тут презумпция виновности, то здесь все-таки надо сильно аккуратнее делать. Короче, лучше фиатр, на самом деле. Вот. Или оформление там через юридик, оплату. Ну, вот, если делается через физика, то тоже надо не сильно много гонять, потому что это, в общем, все видно прекрасно, да, то есть, когда у вас по 300 тысяч оборотов в день, вот, значит, у некоторых блокируют карты, но, в общем-то, в основном не блокируют пока что. Ну, вот. Опять же, на мой взгляд, просто дают возможность подрасти. Мы вас услышали, в принципе. У каждого есть свои какие-то вопросы. И мы эту площадку создаем, собственно, для того, чтобы можно было поменяться мнениями, найти друг друга. Здесь идея в том, что, если у вас есть вопрос, есть аналитики, специалисты, которые, я надеюсь, вам ответят на эти вопросы. Задача в том, чтобы здесь, вот, на площадке, мы помогли встретиться инвесторам и проектам. Инвесторы вот в этом здании, они приходят сюда в цели, да? Они сейчас пока инвестируют в классику, да? То есть, в классические ценные бумаги, в арбитраж. Вся, весь мастер в том, что мы должны сформировать такой инструментарий с минимальными рисками, конечно, насколько это возможно, в крипте. И предложить со временем им эти вложения. Для этого нам нужны и инвесторы, а мы сейчас занимаемся формированием базы данных инвесторов. И опыт, вот, скажем, Ярослава Логинова, который был и создавал, ну, инноваторов еще, с какого года это было? С 15-го. С 15-го года, аналогичная вещь. Потом он работал директором Digital Silk. Было такое. Он позволит криптофон. Криптофон, да. Вот тоже была площадка, куда приходили ребята. Я там, кстати, с Ярославом познакомился. Приходили ребята, они рассказывали о своих проектах, о своих идеях. С одной стороны, с другой стороны, приходили люди, которым все это было интересно. Мы формировали какое-то мнение общее. Мы за то, чтобы скам не прошел, потому что скам нам не нужен. Мне сейчас вот звонят, не знаю, там, обзвонились пастухи хомяков, которые, значит, пытаются что-то там предложить. Нет, ну, пусть приходят. Мы можем их послушать здесь, но я сразу предупреждаю, мы сразу скажем. Парень, ты скам. Можешь куда-то идти, но тут ты не найдешь поддержки. Мы так хотим. Это наши посылы, наше желание. Как оно будет в реальности, в жизни покажем. Пока что есть площадка, есть люди вокруг, есть сообщество. А что такое скам? Ну, скам это, да, мошенничество. То есть, в широком смысле. А почему я говорю про дал? Да, там, сам клуб, как дал. Что такое дал, то есть? Ну, дал, где централизованная, а потом именно организация. Вот. Есть централизованный, но фонд, когда мы говорим так или иначе, там всегда должно быть центральное ответственное лицо по-любому. Другое дело, что какие проекты, да, это первое, какие проекты. А второе, это отчетность, собственно, в дальнейшем деле. О, понюсь. Еще раз. Смотри, когда идет речь про выбор проектов, правильно или неправильно, там очень хорошо работает интеллект толпы. Но когда берешь конкретные деньги у конкретного человека, то всегда есть конкретное ответственное лицо, причем физическое. 17-й год он очень хорошо показал, когда было огромное количество криптофондов, огромное количество всяких там людей, которые подавали эти деньги на управление. И 18-й год очень хорошо показал, что подавляющее большинство не смогли справиться с этим, потому что нет опыта, там, и так далее, и так далее. Но суть такая, что всегда действует конкретное центральное ответственное лицо, которое берет у себя риски по управлению. Вернее, берет риски о том, что он выполнит определенный алгоритм, который называется стратегия фонда. Если мы говорим про инвестирование в биткоин, вот его положил, по крышекам несколько разкидал и забыл, через два года можно вспомнить и доставить, да? Там даже балансировку проводить не надо. А если у тебя 30 проектов, и они в горячем режиме работают, и какие-то из них растут, какие-то падают, ну, короче, на хайп, когда это все делается, это надо делать быстро, и это много времени занимает. То есть один человек это не может сделать. Там, ну, как бы, да, требуется, чтобы штат ребят, ну, и так далее, и так далее.